Микрофлора нашего кишечника может многое рассказать о том, как работает организм в целом. Один из экспериментов, проводимых сейчас на борту МКС, касается именно пищеварительной системы астронавтов. Мы изучаем их бактерии, известные как микробиомы, чтобы понять влияние на них космических перелетов. Аналогичное исследование проходит на Земле с братом-близнецом Скотта Келли, Маркусом. Предлагаем послушать подробности от одной из авторов данного эксперимента. Я наблюдаю микрофлору кишечника двух близнецов, один из которых проведет год в космосе, пока второй остается на Земле. Нам повезло с близнецами, так как исследования показали, что индивидуальные генетические особенности очень влияют на микрофлору. То есть некоторые генетические типы человек более благоприятны для некоторых генетических типов бактерий. Мы называем их микробиомы? Да, микробиомы, правильно. Микробиомы – это любые микробы, живущие в желудочно-кишечном тракте. Но мы исследуем именно бактерии, которых, к слову, там большинство. Есть ведь и другие исследования микробиомов. Что делает этот эксперимент особенным? Близнецы? Не только близнецы делают опыт уникальным. У нас есть человек, который год пробудет в космосе, а мы сможем отследить любые изменения в его организме. Это исключительный опыт. Мы не знаем, что произойдет с его микрофлорой за такой длительный период. И чему это может нас научить? Ну, там много раздражителей, а стресс происходит не только в космосе. Так что, думаю, понимание того, что происходит с микрофлорой кишечника в условиях стресса и определенные измерения и анализы, сделанные одновременно с оценкой иммунной системы, настроения, давления, других параметров здоровья. Хорошая ли у человека настроение, хорошо ли он спит. Все это позволит связать состояние микрофлора кишечника с общим здоровьем. Это очень важная информация для нас здесь, на Земле. Да и в случае долгосрочных космических полетов. Например, на Марс. Профессор, здесь, в университете, курируется эксперимент на Международной космической станции. Разве это не чудесно? Да, невероятно. Это очень впечатляет. Когда наш проект по исследованию близнецов выбрали для программы, мы просто потеряли до речи. Мы не могли нарадоваться, звонили коллегам и кричали в трубку. НАСА выбрало нас из своего проекта. Это очень увлекает. И с сотрудниками НАСА так приятно работать. Они вовлечены в каждый этап планирования. Это действительно великолепная возможность. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok